Всем привет! Мы сегодня с мамой пришли в клуб имени Дзержинского на спектакль. Мне особенно приятно сюда прийти, потому что я здесь занималась музыкой. Здесь была раньше музыкальная студия, и я не была здесь уже много-много лет. Это моя мама. Здравствуйте всем, здравствуйте. Я хочу вот рассказать вам, что в нашем городе в последнее время такое произошло очень важное событие. Наша местная журналист, писатель, поэт Наталья Ермашова придумала давно, задумала, мечтала, написала пьесу и осуществила сейчас этот проект свой, благодаря, конечно, выигранному гранту, потому что бесплатно, как говорится, ничего не делается. На оборудование все это пошло, на постановку профессионального режиссера. И этот театр называется «Исторический мобильный театр теней». То есть он будет, все пьесы будут рассчитаны на историю города Оренбурга. Это раз мобильный, потому что он будет переезжать с места на место. То есть может и в селы выезжать, и в летний лагеря, и в общем везде, где примут хорошо. Дети набирались по кастингу, дети без театрального образования, то есть разных вузов и колледжей города. Очень они довольны, эти дети. Играют очень хорошо. В общем, немножечко потом ты снимешь, да, я надеюсь, какие-то фрагменты. Вот этот театр, это очень интересно. Проект интересный, и как уверяет Наталья, что в мире такого подобного нет. Сейчас мы с вами находимся в зале. Здесь как раз будет проходить спектакль. Я когда-то работала в театре музыкальной комедии, и так как я дружу с Натальей Ермашовой, я театр знаю хорошо изнутри, поэтому мои советы, мой навык пригодился. Где-то даю дельные советы. В общем, вот так вот я оказалась около этого проекта, или, скорее всего, в этом проекте. Очень интересно. То есть через 30 лет, как я ушла из театра, театр вновь вернулся в мою жизнь. Здравствуйте, меня зовут Наталья Ермашова. Я автор проекта и автор пьесы Мобильного исторического театра «Теней. Лица во времени». Ну, этот проект, который очень долго вынашился, в течение практически четырех лет, ну, в конце концов, стал победителем сразу двух грантов. Грант «Ранные города» и «Президентского гранта». Первый спектакль о казаке Василии, отце Паисии, у которого был очень интересный им труппуть. И, в общем-то, пьеса охватывает довольно большой период времени, очень много различных исторических личностей. И сам по себе театр теней, мобильный исторический театр теней, это театр, который предполагается в изныне в основном спектакле. И действительно, с самого образования этого спектакля у нас произошла 30 октября только сдача спектакля, а на сегодняшний момент наш спектакль уже просмотрело примерно две тысячи зрителей. И мы были уже в разных районах Оренбургской области. И везде нас очень хорошо встречали, говорили, что это здорово, обычно у нас есть книгу отзывов. И поэтому я приглашаю всех посмотреть мобильный исторический театр теней лица во времени, понять, как это интересно. Это очень метафорично, потому что тени прошлого, они как бы оживают и сами рассказывают о своей судьбе. Но еще хочу сказать о том, что ставили профессиональные люди. Это у нас режиссер-постановщик, заслуженный артист России, художественный руководитель Оренбургского областного театра «Кукол» Вадим Смирнов. То есть художник по костюму Андрей Гордеев, звукорежиссер Алексей Понятов и режиссер видеоряда Сергей Середин. То есть это люди очень профессиональные. Именно гранты дали возможность привлечь профессионала в такой уровне, а играют в спектакле исключительно студенты. У нас два состава. Это студенты Оренбургских вузов и колледжей. А у вас есть страничка в интернете или группа? Нет, во-первых, есть страничка в интернете. То есть на всех Натальи Я Ермашовой я можно, если найти. А на YouTube-канале у меня Наталья Я Ермашова «Нескучная история об истории», где можно узнать об истории Оренбурга и о нашем театре. Мама моя сейчас занимается оформлением выставочного зала. Девочки, всё, как мы любим. Ручной работы. Посмотрите. Это связано. Вы видите? Работы наших оренбургских мастериц. Эта мама для интерьера принесла свою коллекцию старинных утюгов. Работы наших оренбургских мастериц. Это выставка «Казачество и православие». Дело в том, что пьеса о казаке Василии, о простом казаке Василии, нашу земляку. И потом, волей судьбы, он попал в Печорскую лавру. Затем он попал в Баптистом. То есть там очень много всяких разных историй вот в этой пьесе, которую написала Наташа Ярмашова. Ну, стихах она, наверное, писала. Она, вообще-то, поэт. У неё несколько книжек из Наташа Ярмашова. И вот перед спектаклем мы сделали такую небольшую экспозицию высова казачьего быта. И то, что связано с казачеством и православием. Из действующего монастыря нам дали настоящие паблички вот этого понашки. Играл мой убор называется «Клобук». Ряса. Это настоящее. Нам дали на время премьеры. Сегодня премьер. А сейчас мы возьмём интервью у актёров театра. Добрый день. Меня зовут Погосян Жанна. Я с физико-математического факультета. В театр я попала таким образом, мне предложили знакомые. И я не смогла отказаться и с удовольствием приняла участие. Я очень люблю театр, и поэтому очень часто принимаю такие участия. В педагогическом, да, ты учишься? Да. В педагогическом университете. А ты мечтала стать актрисой? Да. Очень давно, с ранних лет. Твоя мечта исполнилась? Да. Девочки, мечтайте, у вас всё получится. Конечно. Поскольку я здесь занималась музыкой, мне очень интересно пройтись по коридорам этого клуба, посмотреть, где были наши учебные классы. Я не знаю, что здесь сейчас. Вот вы видите ступеньки. Там как раз находится актовый зал. А вот там внизу находились наши учебные кабинеты. Я сейчас пойду туда и посмотрю, что там сейчас. Девочки, я здесь не была. Мне было 35 лет. Я обожаю эти старые здания. У них есть душа. Они настолько отличаются от современных. Третий, второй, первый, да. И взяла красивый аккорд. Миссуль до. Ну. Ну. Девочки, здесь тоже сейчас проходит занятие от нашего областного центра Полиничка. И здесь вот девочки занимаются. Дальше. Села аккорд. Миссуль до. И то закончили. Девочки, не играла? 35 лет! Ну, видишь, как играет? Громатическую. Молодец какая. А руки-то помнят. А руки все помнят. Вот даже на коньки, если вы катались, встанешь, все равно при поддержке поедете. Видите, девочки, здесь тоже музыкальные классы. Только уже не студия от клуба имени Дзержинского, а от детского центра Полиничка. Ну, тоже, видите, занятия проходят. Прям, девочки, у меня такое ощущение, что я вернулась на 35 лет назад. Давно хотела здесь побывать. Вот, видите, как я нарядилась. Так, мама, ну-ка, дизайнерская сумочка. Сумочка, сшита из художественного холста. Производство Советского Союза. Такого холста сейчас не найдете. Старая кружевом вышитая занавесочка. Тоже старенькая, очень старенькая. И фрагменты джинсовой ткани с вышивкой. Чем? С теклярусом и бисером. С теклярусом. Так, мама, ты видишь, что доча с белым кружевом очень подходит к сумочке? Вот эта сумочка? Да. Ну, дам, поноси, если пойдешь куда-то. В следующий раз, если мы с тобой в театр соберемся. К дому будет дороженька, далека. До трехрядка рвет меха, ох, лиха. С песнями да гиканьем, шашками да пиками. Едут, едут казаки по верхам. Там, где дурью мается меньший брат. Зрит, наливается виноград. За плетнями, тынами дядьки-чарки сдвинули. Ждут бочки родимые в дом солдат. Все ближе, ближе к дому казаки. Уже знакомый ветер у щеки, и под бочинись сотник. Выскочил голоб давно отца, не видывал малой. Бабы наряжаются, борщ кипит. Кусь и утки жарятся, дух в степи. Псы с степи срываются, как старухи лаются. А лошади брыкаются у реки. Сейчас вашему вниманию была предложена выставка, которую мы специально организовали для вас. Выставка эта посвящается казачеству и православию Оренбуржья. В общем-то, этой выставке мы во многом обязаны Надежде Николаевне Кутафиной и чудесному дому Оренбургской куклы, который находится на... Я и должна их прорекламировать, потому что я бы там осталась жить просто. То есть там настолько интересные куклы. И вот благодаря Анне Советовой мы тоже имели возможность посмотреть уникальный казачий костюм, который входит в коллекцию Нити Дружбы, где использована Оренбургская паутинка. Это определенным образом перекликается с нашими планами, потому что следующий мы планируем поставить пьесу, связанную с темой Оренбургской паутинки. Это будет сказка, но это будет потом. И еще я хотела бы, чтобы вы обратили внимание, кто не обратил внимания, на облачение, подлинное облачение монаха-схемника, которое нам дали в Дмитриевском монастыре. Это облачение действительно принадлежало монаху, он в нем ходил, ну даже там зашитое. И это не просто так, потому что монах-схемник – это человек, который отрекается от земной жизни для того, чтобы уйти в монастырь, он не имеет права потом жениться. И герой наши, наш герой, главный герой Оренбургский, казак Василий, который стал отцом Паисием, избрал именно этот путь. Театр, в котором оживают тени прошлого, чтобы мы могли гордиться своим настоящим. Мобильный исторический театр теней – лица во времени. Проект предназначен для самой широкой аудитории, но особенно для подростков и молодежи, чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо знать прошлое. Своеобразная метафора, яркая и эффективная интерактивная пропаганда краеведческих знаний и патриотического воспитания. Пьесы, в основе которых реальные события и персонажи из прошлого и настоящего Оренбургского края, форпоста России в азиатских пределах, где история Малой Родины вплетается в историю великой страны. Завораживающее театральное действие, легкий экран, минимум декораций и тени прошлого оживут на любой сцене – театральный, школьный, сельского клуба, оздоровительного лагеря. Уникальный проект, аналогов которому нет нигде в мире, когда театр сам приходит к зрителю. Не плачь, не кричи, дорогая голуба, молись, дожидаясь домой, ты супруга. Куда ты опять от жены, молодой? Неужто нельзя босиком мне с тобой? Я Богу обет дал, до Киевской лавры дойти босиком. Крюш, я православный, так слово обязан держать перед Богом, а ты на хозяйстве. Подумай, немного осталось до счастья, еще обожди, с тобой у нас цельная жизнь впереди. Вернусь, нарожаем с тобой детей. Ну как же босой, не сапог, так лапти хоть пару с собой прихвати в длинный путь. Так Богу угодно. А ты не забудь, что я ухожу от тебя не гулять. Мне ладанку эту родимая мать дала, чтоб в дороге Господь охранял. Присядем, обнимемся. Все, я сказал. Мы любим тебя, и среди нас духовно найдешь ты блаженство. Никто так понять тебя не способен. И ближе, чем мать, наставник наш станет. А с новой женой упознаешь ты счастье. Мы будем с тобою отныне и дальше, во веки веков. Ты с нами, Василий. Будь же готов отречься от прежней мирской суеты. На вратстве духовном теперь нужен ты. Что же ты, Вася, наделал? Какие же ветры от родимой сторонки истинной веры унесли. За какую ты прячешься дверью? Из плена бежали мы с командиром, за нами погоня. Его зацепило. Спрячь воинов быстро. Пусть помощь окажут. В крови истекает. Его перевяжут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твой крест ослепил. Не колдун ли ты старец? Вернется еще, чтобы точку поставить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господи правый, прими. Аллилуйя. Чаша земная до дна мной спит. Душу прими. Ухожу я с молитвой. Встреча и чай с любимой женой. Благодарю. Я готов. И спокойно. А сейчас я хочу представить вам наших актеров. Да, Олеси Климонтова. Исполнительница роли казачки, супруги казака Василия, которая от него натерпелась. Не знаю, сколько. Исполнитель главной роли Павел Клименов. Я поэтому исполнился. АПЛОДИСМЕНТЫ Олеся у нас студентка Оренбургского педагогического колледжа. Павел у нас студент Оренбургского педагогического университета. Дмитрий Ижболдин, который, по-моему, очень хорошо исполнил самые отрицательные роли. Он здесь и дьявол и турок. АПЛОДИСМЕНТЫ Студент Оренбургского педагогического колледжа. Совершенно незаменимый, как выяснился, человек Михаил Никонов, который он у нас и помогает нашему техническому, ну, можно сказать, директору техническому, у нас же все директора теперь, вот, который разбирается в технике и всем помогает. Душевный совершенно человек. Играл несколько сразу ролей. Тоже студент Оренбургского педагогического колледжа. Наша замечательная разлучница Мария Семенова. Студентка Оренбургского медицинского колледжа. Недавно присоединившийся к нам студент Оренбургского колледжа нефти и газа Владимир Поверенный. Я просто волнуюсь, я когда волнуюсь, я фамилию свою забываю, поэтому извините. Ну и здесь ребята тоже исполнитель главный ролик, казака Василия, студент Оренбургского педагогического колледжа Олег Митинев. Также главная героиня, исполнительница главной роли, кстати, голос ее вы слышали здесь, но здесь голоса ребят многих были. Человек, студентка Оренбургского педагогического университета, человек, который играет в двух театрах. У себя в институте она стала самой творческой личностью ее наградили. Жанна Погосян. Ну, хочу еще представить наше техническое обеспечение Юрия Мухтаренко. Еще член нашей команды Надежда Николаевна Кутафина, которая тоже, она, вот без нее бы мы действительно очень бы наукру пришлось, она нам и подсказывает, и подкармливает детей, и, в общем, помогала нам сделать эту выставку. Как-то так вот собираются очень-очень хорошие люди. Я благодарна режиссеру, который помог это все сделать. Здорово, да? Всем, кого Наталья здесь представляла, у меня в руках яблоки со своего сада, с южного берега Иссыкуля, сама их сошала, растила. Это детям. Да, это детям. Пусть будут плоды радости, понимания, радости своих трудов, плоды своих трудов, Наташа. Это детям. Спасибо большое, что много младше. Конъектив хороший. У вас все получилось. Поздравляю. Спасибо большое, что это получилось. Как мать. Блогеры, пришли журналисты. Кто-нибудь хочет сказать? Тюмте, тюмте. Просто хочется всю команду поблагодарить, потому что было очень приятно работать, хотя сложностей очень много, безусловно. Ну и потом, конечно, отдаю себе отчет, то, что есть профессиональные актеры, а в данном случае ребята пришли, которые многие, наверное, так в театрах глаза-то не видели. Что с этим делать? Для них был вообще такой большой-большой вопрос. И правильно ли, что они пришли? Я надеюсь, что ни работа, ни мы их не разочаровали, и они не разочаровали нас. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok